В первую очередь хочу выразить свою глубокую благодарность организатору Инессе лично для меня этот конкурс общает по бабушке новое рождение. Я как-то совершенно непрофессиональный художник, который только приобщился к творческому процессу. Безумно благодарна, потому что это когда-то невозможность оценить себя, почувствовать, что кто-то мои работы видит, ценит и что действительно эта долга стоит того. Большое упрощение. Поздравляю вас. Меня зовут Майя, Майя Жовидова. По урожди, в граммах. С Киева ехала еще 30 дней назад. Счастлива, что была в Парселоне, с семьей, воспитываю детей, работаю. И в жизни не думала и не мечтала, что творчество коснется меня. В том числе я всегда посоветовала творчество людям, которые умеют ходить, которые придут за это счастье. Прежде чем не другим. И воля судьбы сначала прикоснулась к творческому процессу через других, открытую небольшую приватную галерею, где представляю работы молодых художников и выставляю коллекционные наводы людей, которые хотят их показать в вебинарном, нестандартном формате. И это большой пример. Частные коллекции, частные приемы и микроэлементы. Когда мальчики развиваются по галерею, начинается война. И тут моя история не отвлекается абсолютно с... И я попадаю в тот же эмоциональный психологический кризис, как, даже несмотря на то, что уже давно уже я за границей, нас записнуло и коснулось так же, как и все. И получилось так, что приехали друзья. Приехала дружба, она тоже милиция. И чтобы ей помочь выйти из кризиса, она не могла реализовать от времени войны. Я ей помогла организовать помещения, краски и все. И попросила, что нужно посмотреть, как ты работаешь. И шутка судьбы была такова, что она стала работать, поставила на их хост и говорила, давай вместе. Мы стали вместе. И вдруг я поняла, что... Я просто закликнула с эмоциями, я закликнула с счастьем. Я поняла, что это меня спасает, спасает мои мозги, спасает душу. Я хочу трансформация теперь или вообще всю свою оставшуюся жизнь. И теперь мне хватило с ненависти показать свои работы и вести их сюда. Безумная радость и благодарность к вам, что обратили на меня внимание, отнесли на мое творчество. Спасибо огромное. И еще большое пожелание всем, кто сомневается к себе, кто проходит этот трудный путь. Как решить, продолжать творчество, не продолжать рисовать, почему у меня нужно. Нужно уцелиться на вопрос, останетесь на статусе. Я тоже начинаю сцепать 7-7-4 года. Время не преграда, ничто не преграда. Если есть это зло в душе, обязательно нужно отозваться, нужно рисовать и нужно дарить людям счастье. Я вошла бы просто через войну, но поняла, что, во всяком случае, мой зло – это нести радости и счастья. Меня это постарает, это греет мою душу. Я хочу дарить свет, хочу выплескивать свои эмоции и хочу, чтобы у людей это вызывало эмоции. Хочу, чтобы это вызывало положительные эмоции и счастье. Искусство – это дарить счастье людям. Это прекрасная фраза нашего детства, что искусство спасает мир, красота спасает мир. Собственно говоря, я взяла это себе как позунг и хочу дарить людям счастливые эмоции. Спасибо вам огромное за этот шанс. Спасибо всем замечательным, дорогие друзья. Спасибо вам большое.